Без транша действительно нам не жить? Или как-то можем пропетлять? И все-таки надежды на очередной транш, насколько они могут быть обоснованными? Когда мы можем его увидеть? Справа в том, что транш, как и предыдущий, так и то, что мы ожидаем, он не идет в бюджет. Цей транш, который придет... Мы же прекрасно понимаем, зачем он, доллар может упасть. Он придет только для того, чтобы увеличить золотовалютные резервы. Без транша пойдет гривна. На украинцах это тоже отразится. Я считаю, что это с правным членом манипуляция. Таким образом, МВФ и Нацбанк, который зацикавленный, подгоняет нашу владу проводить реформи. Потому что без кнута, который в руках МВФ, эти реформи никто не проводит. На самом деле, борьба с коррупцией в это впирается все. И евроасоциации у нас нет, и безвиза нет, и МВФ транш не дает. Виключно, потому что борьба с коррупцией у нас на словах. Мы не дух борьбы с коррупцией, а только какие-то там законы, что такие странные, такие изменения, на самом деле за этой борьбой нет. И с компенсацией. Мы же понимаем, что эти 52 миллиарда, они не идут людям, они идут другим олигархам, они идут властникам энергокомпаний. Про что? Який захист людей? Тарас, объясните тогда еще, что это за заявление МВФ о помощи в проверке электронных деклараций украинских чиновников? Я прав, что это беспрецедентное действие со стороны МВФ. Я не знаю в других странах, чтобы в других странах МВФ четко сказали, что мы будем проверять самие эти декларации. Ну, грубо говоря, не разворовали ли чиновники деньги, которые выделяли МВФ? Ну, это понятно, что это вопрос риторичное, потому что деньги, которые выделялись в Украине, в бюджете их нет, а у чиновников, мы это видим, в этих декларациях, есть большинные деньги. Если вы это рассчитываете, то они приблизительно там зайдутся. Сколько нам надают иноземные партнеры? Последствия, какие могут быть у такой проверки? Ну, МВФ не может посадить в тюрьму наших руководителей. Но забыть об Украине он же может? МВФ просто перестанет спорвать с Украиной, на этом закончится надание наступного кредита. И мы будем, скажем, не так важливый этот кредит МВФ, как те, что на МВФ орієнтуется очень много других наших партнеров. И Европейский банк реконструкции и развития, Световый банк, безусторонние партнерства, которые дают нам помощь только после того, что МВФ даст добро. Мы выполняем программу из МВФ. Если мы ее не выполняем, то эти серьезные деньги, которые уже поступают в бюджет и смогут улучшить жизнь простого человека, они не поступают. И мы не сможем проводить другие реформы. Поэтому кредит МВФ для нас не так важливый, как важно делать реформы. Это мы не делаем. Влада, не это будет.